Всем привет! Обзор смартфона HMD Pulse Pro. Версия у нас 6.128 в зеленом цвете. Стоимостью данный смартфон примерно 130 долларов. Бюджетка. Это уже второй смартфончик, который на обзоре новинка от HMD, бренд от Nokia. До этого был Pulse Plus. Смартфон назывался. Он чуть-чуть дешевле. Примерно на 10 долларов дешевле. Разница небольшая между этими двумя устройствами. Вот так вот выглядит. Глянцевая задняя крышка. Пластиковая окантовка на передней части. Дисплей диагональю 6.56 дюйма. IPS HD дисплей 90 Гц. Слева слот. Справа кнопка включения. Кнопка регулировки громкости. Кнопка включения со сканером отпечатка пальцев. Снизу Type-C порт. Динамик. Микрофон. По комплектации дальше. Так же как и у его брата помладше. Нет блока для зарядки в комплекте. Учитывайте это при покупке. Скрепка для слота тут. И тут кабель. И это кабель Type-C на Type-C. Такой вот кабель стандартный. Хорошо. Закрываем коробочку. И разблокируем устройство. Сразу вот такая вот тема установлена. Черно-белая. Мне она не очень нравится. Почему вообще не нравится тема? Потому что темы меняют только рабочие столы. А вот свайпаем сюда в основное меню. И тут уже иконки обычного дизайна выглядят по-нормальному. Ну и так, как по мне, намного привычнее. Да и просто лучше выглядит. А тут эту тему я бы вообще отключил. То есть даже видим, они не все иконки меняются. Некоторые меняются. Geekbench, например, 6 поменялся. Antutu Benchmark PUBG Mobile не поменялся под стиль данной темы. Так, давайте посмотрим, как ее выключить. Думаю, это приложение. Нет, не тут. Экран, наверное, да. Тоже не тут. Но экран, давайте вернемся, сделаем яркость максимальную данного дисплейчика. Так, возвращаемся назад. Обои должна быть. Что-то вот не вижу, где внешний вид. Обои поменять. Заставка, да, наверное, тут. Вот реально не вижу, где поменять это все. Так, сейчас. Тут тоже нет. О телефоне у нас HMD Pulse Pro. 128 GBP6, 128 GBP6, 14-й андроида с небольшими изменениями от HMD, но максимально приближен к чистому андроиду. И вот я в этом чистом андроиде не могу разобраться, где... А, фоновые рисунки и значки. Вот, все, увидел. Так, стиль иконок. Оригинал. Ну, и может быть в цвет с заставкой. Ну, как по мне, лучше всего оригинал. HMD вообще не очень такой сыроватый какой. Сыроватая такая тема. Все, теперь человеческие иконки. Все нормально и органично выглядит система. Так, хорошо. Давайте перейдем в синтетические тесты. Geekbench 6. Процессор Unisoc T606. Видеоускоритель Mali-G57. Стандартное такое железо для бюджетных устройств. Очень долго запускаются тесты, но по процессору запустилось. По видеоускорителю, к сожалению, результата не будет. Он просто не запускается. По Antutu бенчмарку, там, в районе 250 тысяч, да, вроде. Да, 263 тысячи. Тоже стандартный абсолютный результат. PUBG Mobile запускается, работает. Работать будет на средних настройках графики на этом железе. То есть, в какие-то игрушки на среднем уровне. Ну, это будет для самых топовых игр. Это будет максимальный уровень, средний или минимальный. В эти игрушки мы поиграть сможем. Вот, в общем, такой-то обычный стандартный смартфончик. Двойная камера-вспышка. Чистый Android. Почти чистый Android. Так. Ну, да, видим, запускается. По камере. Батарейка 5000 мАч. Поддержка 20 Ватт быстрой зарядки. Так, у нас по видео качество, какое мы можем записывать. Кстати, вот сразу пишется качество. Более-менее неплохой дизайн менюшек у данного устройства. Это не чистый Android. Менюшка, да, камера переделанная с самим HMD. И выглядит чуть более приятно. 720-30 FPS или 1080-30 FPS. Замедленное видео. Вот, фото. Портретный режим. Ну, в общем, кстати, мне и тут, и то устройство HMD Pulse Plus. Оно было неплохое, как это бюджетка. То же самое могу сказать и об этом устройстве. Так, сейчас покажу вам примеры снимков на основную камеру, выведу снимки на экран. Вот, в общем, такой стандартный внешний вид устройства. Из минусов отмечу комплектацию. За свои деньги вполне себе неплохое устройство. Вот. С нормальным объемом встроенной оперативной памяти. Нормальным железом для данной цены. Нормальным экраном. Хорошо работает система. Она шустрая, не тормозит. Вот. Экран 90 Гц, HD, IPS. Ну, в принципе, да, все как бы стандартно. То есть, такой неплохой, стандартный устройство за свои деньги, которое своих денег стоит. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.